друзья всем привет сегодня хочу предложить для вас идею необычного декора в эко-стиле для этого я вот разберу вот такое вот дешевенькое дешевенькое зеркало они продаются магазинчиках со всякой мелочевкой fix price копеечка и так далее берем такое зеркальце она может быть любого размера у меня вот такое небольшое берем кусочек картона у меня вот от старой коробки и нам нужно сделать для этого зеркала основу она может быть такого же размера как зеркало но лучше сделать ее с небольшим запасом для того чтобы сделать запас выберите какую-нибудь такую тарелку или крышку от кастрюли которая будет немного больше чем ваше зеркало так получится ровный круг можно и циркулем конечно заморочиться но так все-таки проще сделать вот я сделала с небольшим запасом и все это вырезаю проверяю чтобы все было четко по размеру и теперь приклеиваем зеркало картон можно горячим клеем можно каким-то другим который у вас есть под рукой какой-нибудь супер клей так вот приклеиваем крепко и приступаем декорирование у нас сумасшедший ветер поломал деревья или коммунальщики так подозревающие тоже подрезают периодически вот я нашла огромную ветку ивы срезала с нее прутики и эти прутики буду использовать для декорирования зеркала не рекомендую вам обдирать живое дерево возможно у вас тоже где-то найдется старенькие какие-то ветки обрезанные я беру и нарезаю небольшие полосочки вы прикладываете для себя определяйте насколько вы хотите чтобы они были длинными вот одно обрезали приложили и потом по ее размеру вот так вот прикладывая быстренько делайте нужное вам количество чтобы каждый раз линейкой не отмерять вот так будет гораздо быстрее и удобнее теперь берем и приклеиваем эти прутики вертикально к зеркалу четко встык проверяйте чтобы клея было достаточно чтобы надежно приклеить можно опять же использовать супер клей вот таким образом плотно друг другу приклеиваем веточки у меня они не будут одинакового размера я хочу чтобы был переход потому что ну во первых очень сложно сделать одинаковый размер везде ну и с перепадами высоты будет смотреться интереснее этот декор поэтому я делаю веточки еще чуть короче чем предыдущие тоже опять же так на глаз определяете как бы вам хотелось чтобы это выглядело вот я наклеила три более длинные веточки в середине и теперь я приклеиваю те которые короче тоже плотных друг другу например у меня вариант три длинных веточки и потом 5 более коротких сейчас я приклею более короткие веточки с горячим клеем нужно действовать быстро пока он горячий он хорошо схватывается и крепко держит вот видите такой перепад высоты получается вот мы наклеили чередуя три длинных пять коротких дальше мы не продолжаем а находим серединку снизу потому что мы не знаем сколько нам понадобится веточек вот так вот проще это сделать и будем наклеивать в таком же порядке три длинных пять коротких с противоположной стороны чтобы наши веточки соединялись по бокам там будет проще тогда определить количество необходимых можно где-то будет например четыре длинных четыре коротких но так вот сходясь от центра к бокам у вас больше шансов сделать ровно чтобы эти перепады были симметричными вот таким вот образом я заканчиваю и как раз все хорошо сходится там буквально по одной веточки чуть больше получается проверяем обязательно чтобы все у нас крепко было приклеено если что-то отваливается нужно подклеить теперь я беру длинные прутики самые гибкие такие тоненькие длинные и плиту из них косичку нужно прищепкой ли чем-то зафиксировать с ниточкой сверху вот они должны быть гибкими так удобнее просто с толстыми тоже можно но ими немножко не так удобно работать и плиту из них косичку длинную косичку и теперь я эту косичку буду приклеивать по периметру зеркала плотно прилегая краям зеркала постепенно вот так вот добавляя клей не сразу наливая его потому что он быстро высохнет или остынет и не прихватит хорошо то здесь не нужно обрезать заранее здесь нужно по краешку аккуратненько приклеивать постепенно вот я склеила три прутика косички сразу а потом приклеиваю эту часть и вот так вот постепенно быстро действуя если у вас горячий клей немного намазали и сразу же приклеили хорошенько придавили чтобы все хорошо держалась если там какие-то паутинки тянутся за клеем не страшно это легко убрать постепенно не спеша не обрезая косичку потому что четко определить ее длину сложно лучше пусть будет запас вот так немного промазали и приклеили когда заканчиваем уже вы понимаете что здесь будет край вы его срезаете склеивайте между собой прутики и только потом уже склеенные прутики между собой приклеиваете четко стык к тому краю с которого вы начинали промазываем не сильно жалея клея но и не так чтобы он сильно выступал чтобы его не было видно и придавили делаем таких косичек несколько и вот что получается в итоге очень необычный такой декор мне очень нравится как он смотрится на стене так даже немножко уже по весеннему сейчас я вам дальше покажу как он выглядит при разном освещении и как он может выглядеть если вы например немножечко усилить цвет и покрасить зеленый также его можно покрыть не только краской но и просто лаком акриловым или для дерева чтобы он дольше служил вот как он выглядит более темном помещении очень необычная стильно и симпатично я таких штук честно говоря не видела в продаже пока вот если например насыщенную зеленую красочку нанести тоже очень даже интересно вообще может быть цвет практически любой но мне нравится вот структура и цвет которые естественно этих веточек